здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 9 часов 49 минут 06 11 2016 года чтобы избежать всевозможных авторских прав я попробую переозвучить ролик ссылку на который оставлю в описании мне мало что известно про Дэвида Мерфи но одно знаю если бы он узнал что наша земля сотовая ему было бы значительно легче о паучок побежал по стене а я паучков не убиваю пускай живу чтобы прекратить все разговоры какая земля просто поверните телескоп хаббл и покажите нам пожалуйста землю прямом эфире увеличьте просто какое-нибудь место на планете чтобы мы могли спокойно посмотреть что происходит в этом месте чтобы по ним мы понимали в полной мере что со слов официальной науки есть нечто в космосе которая смотрит на нас телескоп может разглядеть халактики но почему-то телескоп не в состоянии показать нашу планету почему бы его не развернуть на нашу планету да просто они не могут они не могут этого сделать никак ибо потом станет предельно ясно и понятно все то что я вячеслав котляров озвучиваю своих роликах является истинной модели нашей планеты огромной гигантской все публикации наса практически без исключения является обманом выпиющей ложью которую нам втюхивает и миллиарды людей в это с легкостью верит да совершенно верно ведь никто никогда не пересекал реально антарктиду в нашем понимании и и конечно же пересекали и пересекают и сейчас но видео прямой трансляции онлайновой пересечении антарктиды не существует даже самой простой фотографии из космоса не существует антарктиды хотя бы сфотографируйте антарктиду ладно как говорит замечательный специалист лист юрий тимовский что по официальной версии мкс летает по экватору хорошо сфотографируйте хоть что-нибудь австралию сфотографировать африку покажите видео материал из космоса любого континента любого чтобы мы его увидели полном ракурсе все континенты как и сам глобус это все компьютерная графика земле в нашей ячейке огромное количество миллионеров которые могли с легкостью профинансировать экспедицию в антарктиду ну и могли бы войти в историю прославиться так сказать оставить след памяти человечеству любой миллионер мог бы стать бы один из первых но этого не происходит и не произойдет и одна вещь которая собирался сказать жалко что она не относится к теме да это не относится к теме но мы с вами уважаемые слушатели и зрители знаем что самые обычные люди самые рядовые становятся учеными выдающимся нет я сейчас не себе я иногда ломаю комедию планетам вызывающего поведения я конья всевозможных криков там я я я это всего лишь одна из масок за которой скрывается скромный застенчивый человек который силу обстоятельств волей судьбы вышел мединное пространство и понял одно исключительно для себя чтобы привлечь как можно больше внимания и спасти нашу ячейку от оккупации приходится действовать согласно купленным билетом на войне как на войне знаете вот мог бы еще больше популярность бы себе накрутить но очень просто и и сделать я вот с вами хочу посоветоваться уважаемые слушатели и зрители есть очень много известных блогеров которые рассказывают нам сказки у этих известных блогеров большие аудитории которые так же как и я и вы должны будут быть спасены но чтобы обратить внимание этих людей нужно просто сделать классический шаг взять какого нибудь известного блогера не просто там там оскорблять нападать на него конструктивно разобрать ну может немножко эмоционально узнаете и на втором не наш человек и вы все человеке и если бы меня не было эмоций я бы был бы просто робот вот поэтому можно привлечь внимание рассказывать про блогеров да кто-то скажет ну зачем тебе это надо это не твой формат да не формате дело у меня вообще дело не в тех вопросах которые затрагула а дело в том чтоб на мои вопросы мои мои знания обратила как можно больше людей немножко оговорился не мои знания а наши общие знания которые мне посчастливилось озвучивать поэтому жду в комментариях и в письмах ваше мнение если я выберу какой нибудь известного блогера знаете абсолютно не страшит что его армия подписчиков на меня ополчится и даже те кто меня слушает и уважает там какого-то конкретного человека меня честно говоря это не пугает я не гонюсь за славой я не гонюсь за известностью по той простой причине что я обречен на нее что бы я ни делал знания настолько которые я озвучиваю уникальны и поразительны своим многообразием и достоверностью что они будут как снежный ком увеличивать аудиторию слушателей и зрителей знаете я иногда ролики через силу делаю а иногда как что-то меня магнитит просыпаясь включая микрофон это может быть и два часа ночи и 3 чай микрофон и говорю здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами числа котляров сейчас в харькове 10 часов 0 0 минут ровно кстати из этих переводов часов вчера пропустил на час опоздал на эфир завел будильник чтоб не проспать вот да я там в эфире не договорил фразу очень трудно где эфир идет просто трешевый на институт тебе доносить свои мысли там начале эфира я резко очень вызвался о людях которые не хотят принимать сотовую модель но я хотел бы все все-таки добавить там получается ситуация следующем все-таки на три основные группы я делю вот люди которые сотовую модель напрочь отрицают ну да крепкое слово подобрал дегенераты но есть же люди которые вполне нормальные адекватные и сотовую модель все равно отрицают это люди зазомбированы то есть наша с вами перестепенная задача уважаемые слушатели и зрители проснулся сам разбуди другого до будущее уже изменено сотовая земля изменила наше будущее это однозначно сейчас он появился разоблачитель не а еще и это на вторая группа я назвал что зараженные их можно это вылечить души их потом есть дети дети имею ввиду не паспортные данные а эволюционные то есть человек может быть светлым добрым не обязательно там дегенератом но просто он ребенок и не может принять эту модель ну в эфире и мне там просто даже прочитал комментарии что славу не узнать да мне было очень трудно и в эфир входить дело том что видите как иногда вопросы и личного характера которые могут доминировать над моим творчеством иногда был выбивает меня из колеи то есть я когда входил в эфир я был не сосредоточен не внимателен да и не подготовлен причем я прекрасно понимал что это будет не конструктивная беседа там было в эфире два-три человека которыми можно было обсудить все спокойно грамотно но остальные что вы знаете там брюль и он ведь уши наш командков там конечно за кадром такие страшные вещи остаются какими подробностями делится дениска своей биографии это говорится даже люди с крепкой психикой не каждый выдержит насколько у человека отклонением вот это даже появился что там завод данка сам то есть реально душевно больной человек вы же видели он не только котлярова высмеивает ну и stranger и кристину и сергея тарасова но еще по моему там ряд людей макса беляева то есть человек сидит чисто хихикает это я не знаю вернее я знаю найдутся люди которые будут слушать ведь находятся люди которые слушают новости и верят что в мире происходит так-то так-то вери верит телевидению так и найдутся люди которые будут слушать его и хлопать в ладошке вот молодец а ну это ж как бы вот это данка сам это генерал троллей или троллей и тролли конечно его будут полюблять то есть человек ничего сам не открыл в жизни как выясняется ничего не представляет я имею плане недостижений там финансовых там как говорится материальных я имею в плане душевных духовных ментальных обыкновенный такой скажем так стручок заусеница заноза которую нужно вырвать и чтобы не не гнил палец и вот он чисто ему и и вы только на его смех обратите вот этот гыгыкающий я говорила моя прабабтя дурне поехала в турне приехала с турне и снова в дурне но это я в шоке я просто в шоке что есть люди которые ведутся на на глупости не но есть конечно будут вестись неоднократно говорил повторюсь вначале в нашу соту приходят люди которые дают знания после них идут уже прометеи который перестраивает мозги и я снимал ролик про прометея создавал что насильно подключают человека к информационному полю но уже после прометея уже приходят чистильщики которые занимаются такими командковыми данкосанами и так далее то есть это как бы ну не человеки не они биороботы самая бы они могут быть либо зомби либо биороботы там разница не принципиально я не хочу сейчас этимологию раскладывать чем отличается зомби от биоробота ну если в двух словах биоробота сразу создали биороботом зомби появляется в результате того что из человека нормального сделали зомби вот поэтому данкосан это типичный биоробот то есть он вообще даже он если так его внимательно слушать если любую даже рядовой слушатель послушает что он несет но с точки зрения даже логики не надо там брать эту конкретные моменты а просто внимательно скрупулезно посмотреть что он высмеивает как он высмеивает и все сразу становится понятно ясно и понятно вот и этот ролик был записан для тех людей которые от меня ждут хотя бы небольшой весточки хотя бы небольшого ролика я пытался дэвида мэрфи полностью озвучить ну я возможно ограничить только ссылкой в описании а может если авторские права пропустятся или пропустятся может как-то выложу на своем канале вроде другие блогеры его выкладывает и ничего на 7 разрешите откланяться вами по-прежнему вячеслав котляру у меня чуть-чуть вы все хорошо спасибо большое что слушаете меня слышали меня всего вам доброго до новых встреч до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok